Привет, друзья, я Григорий Герман. Нам надо в НАТО? Или не очень? После 22 февраля 2022 года этот вопрос может казаться очень провокационным, особенно в преддверии саммита НАТО, который пройдет 11 июля 2023 года. Особенно в свете заявлений, которые звучат и звучали и из уст главы НАТО Енса Столтенберга, и из уст военно-политического руководства Украины, которое вот уже больше года безальтернативно озвучивает одно и то же. Настоящая безопасность Украины возможна только в рамках НАТО и ЕС. Североатлантический союз, союз оборонный и самый мощный на этой планете, вот единственный щит, который может защитить Украину от безмозглого и бессмысленного соседа в будущем. Какие бы замысловатые формы и названия он не примерял на себя, ибо реально, что Российская империя, что Советский союз или РСФСР в 1918 году, что Российская Федерация, вот все эти аватары российского империализма, всегда отрицали саму идею украинской независимости и украинской государственности. То есть, святых для каждого украинца понятий, вне зависимости от того, на каком языке говорит украинец и в какую церковь он ходит. Только такой мощный блок, как НАТО, может обеспечить нам уверенность в нашем будущем, в будущем наших внуков, в будущем наших правнуков. Это я вам как старый сторонник евроатлантической интеграции говорю. Но, точно так же, я могу сказать и следующее. Российская агрессия довольно четко показала, как сильные стороны НАТО, так и слабые. Причем, что интересно, и сильные, и слабые стороны Североатлантического блока основаны на фундаментальных для НАТО вещах. Сильная сторона — это сам факт существования такого мощного объединения. Объединение настолько мощного, что агрессор априори боится даже дунуть в сторону стран, которые в него входят. На самом деле дунуть, а не вот портить воздух в пропагандистских студиях, пуская дурной дым в сторону Лондона, Вашингтона или Парижа. А вот за границами этих студий агрессор кроток, как агнец с белоснежным руном. Слабость же НАТО также лежит в фундаменте этой организации, поскольку все решения в НАТО принимаются консенсусом. И появление в строю паршиво «юх», где-то так звучит овца на венгерском, способно заблокировать любые необходимые движения блока даже тогда, когда окружающая реальность требует немедленной реакции. В то же время свою эффективность показали совершенно иные союзы. Прямые, малые, не настолько громоздкие. Польша, страны Балтии, Великобритания, США, Нидерланды, Франция, Германия, вот все эти страны НАТО помогают Украине. Но персонально, не в рамках Евроатлантического блока. Тут можно долго упражняться в казуистике, но это факт. Так как же быть? И очень ли нам надо в НАТО? Мы обсудили это с американским политологом Джейсоном Смартом и украинским политологом Александром Антонюком. Оставайтесь, будет интересно. В последнее время появилась информация о том, что НАТО меняет, в принципе, концепцию использования своих вооруженных сил. Если раньше это была концепция, в случае войны вы, главное, продержитесь, пока мы собираем тут войска со всего НАТО, то сейчас концепция меняется на «вот вам войска для того, чтобы вы начали отбиваться прямо на границах». Это такое кардинальное достаточно изменение, философское изменение всей военной концепции. Во-первых, так ли это? Видишь ли ты то же самое? Правда ли это? И самое главное, а может ли также философски поменяться концепция поддержки Украины? А я думаю, вот если мы начнем сейчас с последнего вопроса, из поддержки Украины, то учитывая даже обход блокировки Венгрии, то есть в политическом участии Украины, то есть по самим, это уже четкий, мне кажется, это очень хороший пример в том, что концепция меняется, и меняется уже понимание, философия даже с точки зрения практической составляющей вооруженных сил именно НАТО, в которую Украина, я уверен, более чем в скором времени войдет как полноценная армия, особенно учитывая наш общий боевой опыт, которым вряд ли сегодня может любая армия показать что-нибудь, к примеру, как это есть у нас. Это вот основная концепция. Сейчас, если мы говорим о той концепции, о которой ты говоришь, мне кажется, это все-таки больше сейчас как бы рефиксирующий момент, то есть на разные выплаты со стороны России, Грессера, и скорее всего просто-напросто демонстрация к готовности на разного рода провокации, потому что не забываем все-таки о том, что Россия сегодня присутствует на территории, оккупированной территории Беларуси, и там, к ихнему сожалению, натовским войскам нет вооруженных сил Украины, и, естественно, террообороны тоже. Поэтому я думаю, что в этом концепции, плюс мы считаем балтийские страны, то есть в этом плане у них концепция, они вынуждены действовать именно так. Но если, опять же, мы повторимся в нашем симбиозе, то есть с вооруженными силами Украины, то мне кажется, НАТО это уже будет более грозной, более практической организацией, чем она является сейчас. Потому что сегодня, как бы мы это ни крутили, политики все-таки там больше, чем, мне кажется, в логике именно с точки зрения военной. Хотя она там присутствует, безусловно. Вот что дальше, если НАТО, это суперинтересный вопрос. На самом деле, есть много вопросов, и мало которых мы еще знаем. Есть много причин. Потому что я думаю, что первое, главная концепция, которая меняется в НАТО, на самом деле, это то, что есть такой фокус или интерес, что происходит с Китаем. Из этого я бы сказал, что это самое главное на Украине, на самом деле, потому что насколько США или НАТО в этом случае готовы помочь Украине, это зависит, что происходит с Китаем. Я бы сказал, что это самый актуальный вопрос. Но я думаю, что все равно есть интерес из НАТО дать еще помощь Украине. Конечно, есть страны там, особенно в Венгарии, которые не интересуются в этом, не хотят помочь. Но мы видим, что большинство этих стран готовы помочь Украине дальше. А может ли быть эта поддержка более решительной? Слушай, если НАТО становится более решительным в реагировании на угрозы, может ли НАТО, в конце концов, стать еще более решительным в поддержке Украины? На какой смысл решительный? Не знаю. Предоставить больше вооружения, более современного. Или, в конце концов, даже своими войсками вступить на территорию Украины в случае необходимости. Я не хочу, что НАТО не готов сейчас оправить солдат в Украину. Потому что, первое, как мы знаем, нам нужны голоси из всех стран НАТО. А мы знаем, что есть страны там, например, в Венгарии, которые не готовы оправить своих солдатов в Украине. А из этого я бы сказал, что это в данный момент нереально. И даже это оружие, которое Украина сейчас получает, это каждая страна сама решила, сколько оружия, какие оружия перегрузить в Украину. А это не было решение, скажем, НАТО всего. И это особенно из-за того, что Виктор Орбан не хочет помочь с этим. И это решение каждой страны свое. Ты веришь, на самом деле, что может сложиться такая ситуация, когда войска НАТО появятся на территории Украины? Ну, я скорее скажу так. Я могу поверить в том, что вооруженные силы Украины станут частью войсками НАТО. Вот в этом формате я поверю быстрее. Потому что, опять же, если учитывать, опять же, перед этим я же говорил, наш опыт, то, что мы воюем за нашей территорией и нашу мотивацию, мы всегда на территории Украины будем лучше воевать, при всем уважении, лучше, чем американцы. Да, у американцев, возможно, какие-то технологии, какая-то методика, мы у них очень быстро учимся. Хотя сегодня учатся они. Да, это обоюзный процесс. Да. Поэтому нам нужно вооружение, нам нужно финансирование, все остальное, и ядерный зонтик. Вот это главное. И объяться. Сейчас мы чуть дальше поговорим о ядерном зонтике, потому что там, возможно, варианты. Если ты уже говоришь о том, что войска Украины, вооруженные силы Украины станут одной из армий НАТО, сейчас НАТО или многие члены НАТО боятся в основном членства Украины в НАТО из-за боязни втягивания России, ядерный конфликт, ла-ла-ла, все вот эти вот дела. Что тогда может быть началом процесса вступления Украины в НАТО? Конец войны? Я думаю, политическая воля Соединенных Штатов Америки и Британии. Первый шаг, который они должны сделать, это дать даже состояние на сегодня гарантии безопасности, это взять нас под свой, исключительно свой, ядерный зонтик. Вот с этого момента мы можем начинать уже потом дискуссии о членстве НАТО, потому что действительно единственный аргумент, который остался в России, это их ядерное оружие, их ядерный триагнг. Все. Других вариантов у них просто нет. Потому что, опять же, выйдя на наши границы 1991 года, война на этом не закончится, это тоже нужно понимать. У нас война, столкновение будет всегда на границе. То есть мы будем обмениваться регулярно ракетными обстрелами. А вот когда ты уже будешь в составе НАТО, не факт, что даже это уже не вопрос Путин там будет, какие-то вагнеровцы и так далее, то есть будет ли вообще Россия. Значения не имеет. Напасть на страну, которая является членом НАТО, это дорого и очень дорого. Конец войны может являться началом процесса вступления. Начинать процесс, чтобы Украина была в НАТО, это несложно. То есть это просто документы формировать и все остальные. Но я думаю, что серьезные или сложные вопросы на самом деле, это как сделать так, чтобы все страны в НАТО действительно хотели пригласить Украину и чтобы они голосовали за это. Тем более, как вы знаете, есть много там требований из НАТО. Ну, как армия должна работать и организация армии и все остальные вопросы. Там куча вопросов. И надо разбираться с этим. То есть это не просто политические решения. Еще есть, как и все страны на Венето, которые прошли этот процесс, пришли этот процесс, они знают, как это действительно долго, а и сложно. Но все равно это есть такие требования с членовыми организациями. Я считаю, что изменения в политике принятия Украины в членство НАТО, то есть в этот состав НАТО, оно будет все равно меняться. И после нашего наступления, после того, как мы выйдем или когда мы выйдем на наши границы, все равно будет меняться и политическое отношение, и конъюнктура в этом формате. Потому что как воспринимают в Кремле заявление того же престолиста. То есть если пока идет война, Украина не будет членом НАТО, значит война будет идти опять же вечно. мы должны эту повестку не поменять, мы должны выйти на момент наших границ, то есть и учитывать, что Украина является целостной территорией, то есть она готова охранить, и на этом этапе мы должны стать полноценным членом НАТО. Но опять же объясню, как только мы получим гарантии безопасности со стороны США и Британии, хотя бы, то есть по ядерной зонтики. Концепция будет меняться и отношение опять же в любом случае, потому что если должна быть ядерная война, мы просто опять же утрируем, будет ли Украина в НАТО, не будет, она все равно случится. И это уже просто должно к обществу западных стран просто восприниматься как должно, и тогда уже возможно бояться будет ничего. по нынешнему состоянию украинской армии, мне кажется, что украинская армия и по вооружению, и по связям с западными странами, и по логистике уже во многом больше в НАТО, по тем критериям, о которых ты говоришь, чем некоторые страны НАТО. Это не вопрос чтобы страна была в НАТО. Это больше, чем просто Украина очень готова. Это вопрос, как она работает в сегодняшний день, если этот свитер может работать вместе с другими членами НАТО. То есть, если бы завтра были какие-то офицеры из Франции или из Германии или США, они работают, свою армию работают, именно как украинская армия работает, чтобы они могли легко изменить человека и отправить другого человека. Что они уже знают, как работает, украинская армия знает, как работает как НАТО. Если не знают, как работать вместе, чтобы это было легко изменить, мы можем сегодня отправить люди из Финляндии туда, еще из Канады туда, еще украинцы туда, они сразу знают, как работать вместе, потому что есть такой общий опыт в НАТО. То есть, они знают, как это все работает. Это должен быть, как, скажем, моток в машине. Вы знаете, что если есть Тойота, вы можете изменить запчасти, и всегда будет работать, потому что все Тойоты будут одинаковые. Армия должна быть то же самое, что это легко изменить любое запчасти, любую команду, любую армию и работать вместе. Я не знаю, если Украина сейчас выполнила все задачи, чтобы они были готовы действительно так и работать с натовскими армией. Ну, у Украины есть опыт ведения боевых действий на натовском оружии и с натовскими военными играми, иногда часто, но не с натовскими офицерами, которые, условно говоря, по логистике в Западной Европе помогают украинцам. Этого опыта недостаточно? Его должно быть еще больше? Я знаю, наверное, больше, чем это. Потому что, на самом деле, это больше, чем просто опыт с этим. Это действительно полная, скажем, школа, которая на IT учится, и все офицеры, чтобы они работали как натовскарами. И, как я сказал, я думаю, это будет действительно не совсем сложный процесс, но это не будет быстрый процесс. Ты видишь, какое политическое положение, какой политический строй, что должно происходить в России для того, чтобы Россия не препятствовала вступлению Украины в НАТО теми или иными методами? Это развал России. Это реально развал в России. Потому что пока Россия будет сохраняться именно как вот такой гигант, как вот такой геополитический субъект, он всегда будет претендовать на территории Украины и вообще все эти территории, когда в свое время когда-то входили в состав русской империи, российской империи. То есть, Советский Союз это та же русская империя только под другим брендом, логотипом, как хотите, да, то есть, вот в этом формате мы можем понимать. И это мы должны понимать, потому что если за столько времени Российская Федерация не оторвалась от своих фантомных болей, и имея даже такие возможности, вот и ресурсы развиваться, не развиваться, осталось в прошлом, а то и даже позапрошлом столетии начинает деградировать, то строить себе иллюзии, что там что-нибудь поменяется без внешнего протектората, ну, это, мне кажется, это очень легкомысленный взгляд. Потому что верить в то, что они будут развиваться, нельзя. То есть, три-четыре поколения под внешним протекторатом, под тем же Китаем, они скорее будут как бы развиваться, чем они это будут делать самостоятельно. Ну и в принципе, в любом случае, чуть только у России остается хоть какой-то приблизительный намек на имперскую манеру мышления, тут же моментально в этой имперской манере мышления не складывается никогда и никоим образом у Украины и НАТО. Да, 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 да. И тут вопрос, опять же, не НАТО, не в НАТО. Это было у них, чем их пугает НАТО? Опять же, ядерным зонтиком. Они прекрасно помнят, Вторую мировую войну, по крайней мере, те, кто у руля или, скажем так, составляет какие-то смыслы, да, то есть, не всегда это публичные люди, но они прекрасно понимают, что сами они бы Вторую мировую войну были, хотя территориально, ресурсно, они, мне кажется, были больше, чем Германия, это не кажется точно, но без союзников это выиграть было бы невозможно. И теперь, если мы говорим о НАТО, то есть, для России это всегда просто барьер или преграда оккупировать чужие территории. Вот только вот по всему, и поэтому они начинают выстраивать вот эти все легенды, мифы, тосты. честно, я думаю, что война закончится, когда Россия распадется. Я думаю, что есть серьезная возможность, что в России будет какая-то кул, или революция, или переворот. Я думаю, что это очень реально, то есть, я думаю, что это может быть. на последние полгода Россия потеряла 50% ценности рублей. Своя экономика сейчас есть огромные проблемы. Я не вижу, как Россия может продолжаться надолго. Из-за этого что Путин идеолог, она готов к этому. Вариант номер два. А нужно ли нам, условно говоря, вступать в НАТО? Подожди, не кидайся в меня ничем тяжелым. Да, нормально. Потому что вопрос, в принципе, нужно ли нам Украина сейчас, ну, боевой потенциал Украины уже превышает, ну, минимум половину, а то и две трети всех армий НАТО, которые есть. А Украина получает там современное вооружение, получит его в тех количествах, которые позволят ей защищаться. самостоятельно. НАТО очень бюрократизированная структура. Консенсус не позволяет принимать решения быстро. Всегда будет какая-то условная Венгрия или неусловная Венгрия. А есть идея малых союзов. Ну, вот, малые союзы между море. Балтия, Польша, Украина и Великобритания. А Вышеградская там четверка и так далее и тому подобное. А эти союзы могут быть более мобильны при принятии решений и как следствие более эффективны. Это хороший вариант, но я его рассматриваю, такие малые союзы, это как бы такой промежуточный момент доступа в НАТО. если бы в НАТО было бы настолько плохо, то, наверное, его бы не существовало. Учитывая все-таки глобализацию мировых трендов и то, что тоталитарные режимы тоже объединяются, мы должны быть в составе чего-то большого. И НАТО в первую очередь это все-таки мировоззрение, это философия. И та же Венгрия, она все равно демократическая страна, даже с вот этими русскими ретевыми, промытыми мозгами и интересами. Но тем не менее выборы там проходят демократическим. Правда? Да, Свободные. Да, поэтому я считаю, что НАТО мы должны, это наша цель, и мне кажется, это одна из целей, даже более приоритетных, чем даже вступление в Европейский Союз. Тут я теперь прошу менячим бросать в ответ, потому что сначала безопасность, потом уже будет экономика. Будет безопасность, будет экономика. Малые союзы, да, это возможно. Вариант, но промежуточный. Лучше, гораздо лучше договориться прямо сейчас с другими странами, Северной Британии, с Канадой, с Северными Штатами, договориться с ними сейчас о безопасности. Потому что это можно реализировать сегодня, если бы они хотели. Не надо ждать, что дальше с НАТО. НАТО это длинный процесс. И это не только, что хочет или не хочет президент страны. Зависит на много вещей. Когда мы хотим какое-то двухсторонное соглашение, это очень быстро решается. смотри, что в этом союзе страны Балтии раз, два, три имеют прекрасные отношения с Соединенными Штатами и поддержку Соединенных Штатов. Польша прекрасные отношения и поддержка Соединенных Штатов. Украина. Прекрасные отношения и поддержка Соединенных Штатов. Будут ли Соединенные Штаты принимать участие в этом союзе, кроме как поддержкой отдельных членов, а просто институционально входить в этот союз? Не думаю, что возможно. На самом деле, я вижу, что это возможно. Я думаю, что это 2-3 года, я говорю об этом. Лучше, чем говорить о НАТО. Потому что это длинный процесс. Лучше договориться о правах соединенных штатами. И потом, это другие страны, которые уже показали, что они очень готовы помочь Украине, как Польша, прибалтические страны. А тогда договориться с ними тоже. И это будет быстро и действительно легко реализировано. Мне кажется, что НАТО это еще тот момент, который нам позволит, во-первых, чуть-чуть оптимизировать даже наши потенциальные возможности военные. А учитывая, что после войны мы все равно экономически очень и очень много потеряем. Им потеряли и потеряем еще. Мы деиндустриализированная страна. И мы не сможем самостоятельно удерживать даже тот потенциал, который сегодня является у нас. Но это тоже правда. Потому что большое количество военнослужащих потом захочет вернуться в гражданские специальности, в бизнес и так далее. Поэтому сегодня мы просто воюем, мы обороняемся. Но быть постоянным в системе милитарии мы точно не можем. Поэтому даже вот с такой логики я объясняю, почему мы должны быть членами большого коллективного клуба безопасности. Политически, да, это будет опять же риторика. Возможно, даже на следующих выборах парламентских, когда они будут, возможно, после того, как военное положение будет отменено, это опять же, ну, это точно не завтра. Но я думаю, после того, как, ну, почему я уверенно смотрю на наше членство НАТО и то, что будет достигнуть политический консенсус в обход даже тем, кто будет это блокировать. Потому что даже то количество вооружений, того опыта и денег, которое сегодня вкладывается в Украину, их просто оставить Украину, ну, условно, на своем плавании, это просто даже с точки зрения денег не рационально. Ну, а политика – это всегда рациональность. Даже за красивыми популистическими словами. Сейчас, вот, вот, а вот сейчас готовься. А, я только что сказал, да, политика – это дело рациональное. Да, это вопрос рациональности, я с тобой абсолютно согласен. А не рациональнее ли будет, создавая Малый Союз, учитывая сложности вступления в НАТО и большое количество вопросов, которые НАТО дам, бюрократия и все остальное, а приглашать в этот Малый Союз не только Великобританию, но и Соединенные Штаты? И, как ты думаешь, способны ли Соединенные Штаты или Великобритания в рамках этого Малого Союза, в рамках Междуморья прикрыть нас, Балтию, Польшу, своими ядерными зонтиками? Отдельно от НАТО. Ну, скажем так, те страны, которые членами НАТО, то есть, 5-ю статью, никто не отменял? Да. У них в любом случае. То есть, теперь возвращаемся к вопросам. Перед этим я что говорил? Для того, чтобы мы вступили в НАТО, перед этим Соединенные Штаты и Британия должны взять нас под ядерные зонтики. Как только это случится, мы можем говорить о малых союзах, учреждениях, все, главные события состоялось. Вот просто, вот, напросто. Да, вот Борис Джонсон, как в прошлом году, он сказал, что если будет применено России ядерное оружие, любое, Британия оставляет за собой право нанести в ответ удар, не проводя консультации со своими партнерами. Это как-нибудь успокоило. Вот я помню, насколько градус России успокоился. Я помню первых четыре часа, когда в России не могли определиться, точнее ждали, вердикт Соединенных Штатов Америки и консультации НАТО, когда Ц-300 прилетело на территорию Польши. Я такого испуганного взгляда Скобеева не помню. Вот это было, они реально боялись. Вот там, где реальная угроза, вот там Россия будет всегда идти на попикновение. Я думаю, что как только хорошие правительственные психологи донесут нормальные раскладки политикам, будет совсем по-другому. Поэтому да, вот перед тем, чтобы сдвинуть, мы опять же упираемся в ключевой момент. Как только США и Британия, ну или какая-нибудь из них страна, ну лучше, когда двое, берут нас между, скажем, берут на свой зонтик, вот это будет ключевой момент, потому что состояние на сегодня мы находимся между ядерными зонтиками. И это совсем по-другому мы себя чувствуем. А вот как будем под зонтиком, все, это уже будет динамикой. Украина имеет научный потенциал для создания своего ядерного оружия. А если Украина будет вступать в НАТО, будет ли НАТО против появления еще одного ядерного арсенала? Вопрос чисто теоретический, знаешь, то есть вот вопрос сферического коня в вакууме. Ведь чем больше совокупный ядерный потенциал, чем больше совокупный ядерный арсенал, тем, условно говоря, мощнее оборонный союз. Я думаю, что, знаете, я думаю, что страны НАТО не было бы против, многие из них. Я думаю, что будут те, которые против. Но вопрос ядерных оружий, а почему большинство стран уже решили не строить свои ядерные оружия, это просто дорого, просто совершенно дорого. И каждый год столько денег. Из этого много стран пытались строить свои ядерные оружия или реакторы, и потом решили бросить этот проект, и просто стоило слишком много денег. И думаю, что это более возможно, но это серьезное решение. Потенциал научный имеется, но тут вопрос, я думаю, не у ядерного оружия, а у ракетоносителей. Вот тут момент. И мне кажется, в этом контексте нам это будет очень и очень интересно. Потому что это намного более глобальный проект, и, скажем, он долгоиграющий, он всегда требует совершенствования. Потому что заряд ядерный, он же такое, да, то есть все, что нужно было, уже давным-давно изобрели. И в этом плане, мне кажется, это уже не совсем интересно. А вот ракетоносители, чем же Россия хвастается саматом? Ну, это ракета. То есть в этом плане, я думаю, что мы не то, что должны сохранить нашу школу ракетоносителей, а тут, я согласен, мы должны ее развивать. А слава богу, еще есть те люди, которые помнят, которые имеют некие знания. Тут как раз нужно создать те условия, которые те люди, которые уже постарше, чтобы мы, не потеряв вот эту школу, смогли ее сохранить для будущих поколений. Тогда я в этом верю. Есть две вещи, на которые я хотел бы обратить ваше внимание в конце. И обе они связаны с Россией. Первое. Вторжение России в Украину всколыхнуло тихую североатлантическую заводь так, что, по большому счету, мы не можем сейчас понять, какие конфигурации она примет в будущем, по каким правилам будет жить и какие течения будут в ней. НАТО уже сейчас трансформируется, ищет пути улучшения эффективности союза. Второй тезис, касающийся России в этой дискуссии, еще более показателен. Собственно, Россию никто не спрашивает. Россия в обсуждении перспектив Украины в НАТО или Украины в малых оборонительных союзах воспринимается исключительно как противник, которого надо побеждать. Никаких терзаний и сомнений, никаких. Мы должны учесть желания Российской Федерации. Только лишь, как мы можем эффективнее победить Россию, победить и загнать ее назад в болото, где она сможет до бесконечности нюхать свой газ и гладить свои танки. И это, пожалуй, одна из самых важных трансформаций, которая уже произошла. До встречи, друзья. Все будет Украиной. Нам всегда есть о чем поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова